Сейчас у нас довольно резкий в программе поворот И одна фраза, которая может быть кому-то покажется странной Ее в начале 80-х годов прошлого века Сказал знаменитый пианист Святослав Рихтер Послушав тогда, естественно, еще не в публичном, а в домашнем исполнении Оперу «Бедная Лиза» Про ту самую «Бедную Лизу», о которой когда-то написал Николай Михайлович Карамзин Вот эта знаменитая, щемящая душу, печальнейшая история о Лизе и Эрасте Он сказал, что автор этой оперы – ленинградский Шуберт Вот так сказал, и фраза стала исторической И речь шла, вы, наверное, догадываетесь о ком О Леониде Аркадьевиче Десятникове Который действительно на 200% и эту возложенную на него надежду оправдал И стал, вот к нашему времени, одним из немногих Абсолютно бесспорно признанных живых классиков отечественной музыки 21-го столетия Я напомню, это автор оперы «Дети Розенталя», заказанной Большим театром после чуть не целого столетия Ну или, по крайней мере, половины столетия, когда оперы живых авторов на прославленной главной сцене страны вообще не ставились И такую оперу мог написать только он один Только он мог сделать героями своего повествования точных двойников пяти главных оперных композиторов всей музыкальной истории Чайковского, Мусоргского, Верди, Вагнера и Моцарта Причем они говорят там своими голосами, поют вернее И ведут себя ровно так, как должны были бы вести себя их прототипы В этой абсолютно абсурдной, фантастической, но от этого еще более реальной истории, придуманной Владимиром Сорокином Это автор знаменитой симфонии «Зима священная» 1949 года Симфонии, которая написана на тексты советского школьного учебника английского языка для пятого класса «Moscow is the capital of the USSR» и далее все в том же духе Это слова-то слова, но они раскрываются с помощью музыки так, что действительно создается такая стереоскопическая объемная картина страны Которой раньше в музыке вообще никто не слышал, не представлял себе и не думал, что такое может быть Это только две из известных его вещей, но кроме всего прочего, Леонид Аркадьевич еще автор саундтреков, звуковых дорожек и соответствующих портитур к двум десяткам отечественных кинофильмов И вот мы услышим сейчас три фортепианные страницы, две из которых действительно прямо вызваны к жизни именно совместной работой с интереснейшими режиссерами и над интереснейшими кинопроектами Фортепианная каденция из фильма «Мишень» — это маленький эпизод, но в нем, опять же, как в капле, очень много всего отражается Затем знаменитый «Ноктюрн» из фильма «Мания Жизели» Алексея Учителя И не кино, но тоже историческая вещь, такая легкая, такая симпатичная, но действительно никто другой не смог бы этого сочинить Концертный вальс в честь Диккенса Итак, три маленьких шедевра для фортепиано Леонида Десятникова играет Анастасия Теренкова 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо за просмотр!